Пулиана. Кассета шестая, сторона первая. Навещая Джона Пендлтона на самом исходе августа, Пулиана заметила, что подушка его озарена полоской яркого радужного света. Это была удивительная полоска. Голубой, золотистый и зелёный цвета, а по краям фиолетовый и красный. Пулиана в изумлении застыла возле кровати. — Мистер Пендлтон, мистер Пендлтон, да это же настоящая маленькая радуга! Настоящая радуга пришла навестить вас! Хлопая в ладоши, воскликнула она. — Как красиво! Но как она прошла сюда? — удивилась Пулиана. Джон Пендлтон в то утро был очень мрачно настроен. — Думаю, что она прошла сюда сквозь стеклянный термометр на окне. Сумрачно усмехнувшись, объяснил он. — Вообще это не дело, когда термометр висит на солнце. Но по утрам солнце светит именно в это окно. — Ну, мистер Пендлтон, ведь это же очень красиво! Неужели такое может получиться только от того, что солнце светит на термометр? — Ну тогда, если бы у меня был термометр, я всегда бы держал его только на солнце! — Немного было бы тогда прока от твоего термометра! — развеселился мистер Пендлтон. — Интересно, как бы ты определяла, тепло сегодня или холодно, если термометр твой все время висел бы на солнце? — А мне было бы все равно! — решительно ответила Пулиана, по-прежнему не отрывая восхищенного взгляда от маленькой радуги на подушке мистера Пендлтона. — Какая разница, тепло на улице или холодно, когда в твоей комнате целый день живет маленькая радуга? Мистер Пендлтон засмеялся еще веселей. Потом он удивленно поглядел на восторженное лицо Пулианы. Неожиданно он хлопнул себя по лбу, словно его осенила какая-то идея, и легонько тронул кнопку звонка. — Нора! — сказал он, когда пожилая служанка показалась в дверях. — Будьте добры, принесите мне один из больших медных подсвечников. Они стоят на каминной полке в задней гостиной. — Слушаюсь, сэр! — удивленно взглянув на него, ответила служанка. Минуту спустя она вернулась. Шествие ее сопровождалось мелодичным звоном. Это многочисленные хрусталики на подсвечнике позвякивали в такт ее шагам. — Спасибо, Нора! Поставьте его на тумбочку! — распорядилась. — спросился мистер Пендлтон. — А теперь снимите занавеску и протяните веревку поперек окна. Ну вот и все. Теперь можете идти. Дождавшись ухода служанки, Джон Пендлтон весело взглянул на девочку. — Ну-ка, неси сюда подсвечник, пляна! — Схватив обеими руками тяжелый подсвечник, она подала его мистеру Пендлтону. Не успела она и глазом моргнуть, как он быстро сорвал с него дюжину хрустальных подвесок. — А теперь возьми их, моя дорогая, и повесь на веревку окна. Если уж тебе действительно захотелось поселить в комнате радугу, я просто не вижу иного выхода. Поначалу Пулиана совершенно не понимала, зачем мистеру Пендлтону все это понадобилось. Лишь повесив три хрусталика, она случайно глянула вглубь комнаты. И ей открылось все величие замысла старшего друга. Она так разволновалась, что руки едва ее слушались, и она с трудом удерживала дрожь в пальцах. Все же она превосходно справилась, и скоро вся дюжина хрусталиков оказалась на веревке. Она отвернулась от окна, и тут же восторженный вопль огласил огромную спальню. Пулиане и впрямь было чему подивиться. Недавно еще унылая комната превратилась в сказочный дворец. По стенам и потолку плясали красные и зеленые, фиолетовые и оранжевые, золотые и синие блики. Стены, стол, шкафы и даже постель все сияло, словно праздничная иллюминация. «Да это просто чудо!» — выдохнула Пулиана и радостно засмеялась. «Мистер Пендлтон! Мистер Пендлтон! Мне кажется, даже солнце играет в игру! Вам тоже так показалось?» Осведомилась она, ибо совершенно забыла, что так и не успела познакомить его с правилами игры в радость. «Ой, мне так хотелось бы, чтобы у меня были такие вот штучки!» — продолжала она. «Тогда я бы их под тете Поли подарила! И мисс Сноу, и еще другим людям! Мне кажется, тогда они все будут рады! Даже тетя Поли наверняка так обрадуется, что не удержится и хоть разок хлопнет дверью! Вам тоже так кажется, мистер Пендлтон?» «Да как тебе сказать, мисс Пулиана?» — засмеялся мистер Пендлтон. «Насколько я помню твою тетю Поли, мне кажется, хрусталиков будет явно недостаточно, чтобы заставить ее хлопать дверьми от радости. Боюсь, тут понадобится кое-что побольше. Но я, откровенно говоря, не очень-то понял, во что там играет сейчас солнце, и почему все эти люди должны радоваться!» Полиана некоторое время удивленно смотрела на него, затем решительно тряхнула головой. «Совсем забыла, мистер Пендлтон! Вы же ничего не знаете об игре!» «Ну, раз я ничего не знаю, тогда расскажи мне!» И Полиана стала ему рассказывать. Она начала с костылей, которые достались ей вместо куклы, и рассказала все до конца. И на этот раз мистер Пендлтон ни разу не перебил ее. Она говорила и говорила, и не могла оторвать восхищенного взора от хрустальных подвесок, которые расцвечивали комнату с сотнями маленьких радуг. «Ну вот и все!» — завершила она, наконец, свой рассказ. «Теперь вам все понятно, почему я сказала про солнце, что оно тоже играет в игру!» На секунду в комнате воцарилась тишина. Затем мистер Пендлтон глухим, сдавленным голосом произнес. «Теперь понятно. Я думаю, Полиана, что лучше тебя никого нет на свете!» «Ну что вы, мистер Пендлтон! Ведь сколько на меня не будет светить солнце, я все равно не сумею отбрасывать таких радуг!» «Да ну!» — с улыбкой взглянул на нее мистер Пендлтон. И только тут Полиана заметила, что в глазах его стояли слезы. «Ну, конечно же, не сумею!» — ответила она. «И вообще, тетя Поля мне объяснила, что нельзя долго стоять на ярком солнце!» «Она говорит, это оттого у меня будет еще больше веснушек!» И, вспомнив о веснушках, Полиана громко вздохнула. Тут мистер Пендлтон отвернулся и до Полианы донес его тихий смех. Она внимательно пригляделась к нему, и ей вдруг показалось, что он не смеется, а плачет. «Только с Иисусом не страшна беда! Только с Иисусом счастлив я всегда!» «Он всегда со мною рядышком идет, Крепкою рукою он меня ведет! Только с Иисусом не страшна беда! Только с Иисусом счастлив я всегда!» Глава девятнадцатая. Неожиданный поворот. В сентябре Полиана начала ходить в школу. Ей устроили экзамен, и оказалось, что ее знания вполне соответствуют возрасту. Теперь Полиана с радостью ходила в класс, где, наконец, нашла сверстников. Трудно сказать, кто и кому на первых порах поражался сильнее – Пулиана в школе или в школу Пулиани. Наверное, справедливее всего было бы отметить, что они оба были друг для друга большими сюрпризами. Правда, вскоре между новой ученицей и почтенным учебным заведением установились наилучшие отношения. И однажды Полиана объявила тете, что хотя поначалу и не верила, однако убедилась, что, оказывается, ходить в школу – это тоже жить. Школьная жизнь отнимала у Полианы изрядное количество времени. Однако она не забывала о старых друзьях. Правда, теперь ей не удавалось навещать их так часто, как прежде, но она часто отдавала им все выходные. Однако Джон Пендлтон все время считал себя обделенным и очень скучал по Полиане. И вот когда настала очередная суббота, и она пришла его навестить, он спросил. «А тебе не хотелось бы переехать ко мне, Полиана? А то, знаешь, мне кажется, мы с тобой совсем не видимся в последнее время», – капризно добавил он. Это было настолько неожиданно, что Полиана засмеялась. «А мне казалось, вы не любите, когда вокруг вас все время люди», – ответила она. Мистер Пендлтон Сколл скорчил кислую мину. «Да, в общем-то, ты права. Раньше я этого действительно не любил. Но теперь ты научила меня о своей игре, и я рад, что меня обхаживают со всех сторон. Но ничего, скоро я уже встану на обе ноги, и тогда мы еще посмотрим, кто тут главный», – добавил он, шутливо погрозив Полиане одним из костылей, стоявших подле его кресла. «Ибо сегодня они сидели не в спальне, а в библиотеке. А-а-а!» – отмахнулась Полиана и обиженно надула губы. «Вы только говорите, что рады, а на самом деле просто притворяетесь!» И, глядя на собаку, сидящую у горящего камина, добавила. «Вы всегда неправильно играете в игру, мистер Пендлтон, вы же сами знаете!» Лицо у мистера Пендлтона внезапно стало очень серьезным. «Вот потому-то я и хочу тебя видеть почаще, милая, с чувством, проговорил он. «Вы это серьезно, мистер Пендлтон?» «Конечно, серьезно!» «Ты мне нужна, Полиана!» «Переедешь?» Полиана не знала, что и сказать. «Но я не могу, мистер Пендлтон!» «Вы же сами знаете!» «Я же тетя Полина!» По лицу мистера Пендлтона словно промелькнула какая-то тень, и он резко вскинул голову. «Ты не более ее, чем...» Яростно начал он и, помолчав, уже гораздо более мирно добавил. «Может быть, тетя Поли разрешит тебе переехать ко мне? Если она разрешит, то согласна?» Полиана задумалась. «Но тетя Поли была так добра ко мне!» После долгого умолчания заговорила она. «Она ведь взяла меня к себе, когда у меня не осталось никого-никого, кроме женской помощи!» По лицу мистера Пендлтона вновь пробежала тень. «Полиана, много лет назад я очень полюбил одну девушку», — глухо проговорил он. «Я надеялся, что когда-нибудь проведу ее в этот дом, и мечтал, что мы проживем вместе множество счастливых лет». «Да?» Сочувственно глядя на мистера Пендлтона, протянула Полиана. «Но я не привел ее сюда», — с грустью продолжал мистер Пендлтон. «Она... в общем, не важно, почему я ее не привел. Просто не привел и все. И с тех пор эта серая груда камней превратилась из дома просто в жилище. Потому что жилище становится домом только благодаря женщине или присутствию ребенка. А у меня нет ни того, ни другого. Теперь ты понимаешь, почему мне хочется, чтобы ты жила у меня». Полиана вскочила на ноги и затанцевала на месте. Лицо ее светилось от восторга. «Мистер Пендлтон, вы... вы хотите сказать, что все это время мечтали о том, чтобы та девушка отдала вам свою руку и сердце?» «Ну да, Полиана...» «Ой, я так рада! Тогда все в порядке!» — воскликнула девочка и облегченно вздохнула. «Теперь вы можете на собой взять к себе в дом, и все будет прекрасно!» «Взять... вас... обеих...» — повторил совершенно сбитый с толку мистер Пендлтон. «Ну, вообще-то...» — глядя на него с некоторым оттенком сомнений, ответила Полиана. «Вы еще не завоевали сердце Джоти Поли, но если вы расскажете ей все так же, как мне, я уверена, что она не выдержит. И тогда мы обе сможем переехать сюда!» Теперь мистер Пендлтон взирал на Полиану с ужасом. «Тетя Поли переедет сюда...» — раздельно проговорил он. «А разве вы не предпочли... а разве вы предпочли бы переехать к нам?» — спросила Полиана, и глаза ее расширились от удивления. «Что ж, можно и так. Конечно, наш дом не такой красивый, как ваш, но зато он ближе...» «О чем ты говоришь, Полиана?» — очень ласково перебил он ее. «Как о чем? О том же, о чем и вы!» — без обеняков ответила Полиана. «Надо же решить, кто к кому будет переехать! Просто мне сначала показалось, что вы хотите, чтобы мы жили здесь. Но вы же сами сказали, что все эти годы вам нужна была рука и сердце тети, чтобы здесь стал дом и...» Тут мистер Джон Пендлтон исторг что-то нечленораздельное. Он поднял руку, призывая Полиану к вниманию, и попытался заговорить. Но в следующее мгновение рука его беспомощно упала на подлокотник кресла. И тут в дверях показалась служанка. «Доктор Джилтон, сэр!» — объявила она. Полиана поднялась с кресла и стала прощаться. «Полиана! Ради Бога, Полиана!» — тихо взмолился в ответ мистер Пендлтон. «Не рассказывай пока тете, о чем я просил тебя!» «Ну, конечно же, я ничего и не скажу, мистер Пендлтон!» — улыбаясь, ответила Полиана. «Как будто я не понимаю, что вы сами хотите с ней объясниться!» — добавила она и выбежала из комнаты. Джон Пендлтон в изнеможении откинулся на спинку кресла. «Что случилось? Вы чем-то взволнованы?» — допытывался минуту спустя доктор Чилтон, меряя учащенный пульс пациента. Губы мистера Пендлтона скривились в улыбке. «Мне кажется, я несколько увлекся вашим лекарством!» — ответил он, заметив, как доктор украдкой следит за Полианой, быстро удаляющейся по садовой дорожке. Глава 20. Ещё более неожиданный поворот. По воскресеньям Полиана с утра обычно шла в церковь, потом в воскресную школу. Вторая половина дня принадлежала ей, чтобы жить, и они с Нэнси отправлялись на прогулку. В то воскресенье, которое последовало за столь примечательной беседой в доме на Пендлтонском холме, Полиана тоже собиралась пойти куда-нибудь с Нэнси. Однако на полпути из воскресной школы домой её нагнала пролётка доктора Чилтона. «Как хорошо, что я тебя встретил!» — останавливаясь, воскликнул он. «Я как раз собирался ехать к тебе. Может быть, ты позволишь довезти тебя до дома? По дороге и поговорим, а?» «Понимаешь?» — продолжал он, пока Полиана устраивалась рядом с ним на сидении. «Мистер Пендлтон просил тебя зайти к нему сегодня. Он сказал, что это очень для него важно». «Да-да, я знаю, мистер Чилтон!» — сияя от счастья кивнула Полиана. «Это очень важно! Я обязательно зайду к нему!» Доктор удивлённо взглянул на неё. «Не знаю только, могу ли я позволить тебе это!» — с лукавой улыбкой ответил он. «Должен заметить вам, юная леди, в прошлый раз вы очень разволновали нашего больного!» «О, это не я его разволновала!» — засмеялась она. «Правда же не я! Это всё тётя Поли виновата!» Доктор вздрогнул. «Твоя тётя?» — внимательно, глядя на девочку, переспросил он. Полиана от радости несколько раз подпрыгнула на сиденье. «Ну да! Вы знаете, это просто как в сказках! Сейчас я вам всё расскажу!» Неожиданно приняла решение Полиана. «Вообще-то мистер Пендлтон просил меня не рассказывать!» — продолжала она. «Но он ведь имел в виду не вас, а её!» «Её?» «Ну да, тётя Поли! Конечно же, ему больше хочется самому ей всё рассказать! Так уж заведено у этих влюблённых!» «Влюблённых?» — выдохнул доктор, и лошадь вдруг тёрнулась, словно он резко потянул на себя. «Вот именно!» — радостно продолжала девочка. «И всё это совершенно как в сказке! Я бы нипочём не догадалась, если бы не Нэнси! Но она мне сказала, что у тёти Поли много лет назад был возлюбленный!» «А потом они поссорились!» «Сначала она не знала, кто он такой, а потом мы с ней всё поняли!» «Что? Что это? Знаете кто?» «И выдержав эффективную пазу, она воскликнула!» «Мистер Джон Пендлтон!» Рука доктора, судорожно сжимавшая вожи, вяло упала на колено. «О, нет! Я не знал!» Тихо ответил он, и на лице его воцарилось умиротворённое выражение. «Да, это он!» Что есть силы затороторила Полиана, ибо они уже приближались к дому. «Это просто потрясающе! Сначала мистер Пендлтон сказал, что хочет, чтобы я стала жить у него, но я сказала, что я не могу, не могу же я бросить тётю Поли, когда она была так добра ко мне!» И тогда он мне признался, что мечтал о руке и о сердце одной девушки, и как она ему нужна до сих пор! И я так обрадовалась, ведь раз она ему нужна, значит, он хочет помириться! Вот я и поняла, что тогда всё станет очень хорошо. «Тётя Поли и я переедем к нему, или он переедет к нам?» «Конечно, тётя Поли ещё ничего не знает! Мы с мистером Пендлтоном ещё не договорились, как ей лучше сказать об этом! Я думаю, поэтому он и захотел увидеть меня сегодня!» Доктор вдруг выпрямился. На губах его играла загадочная улыбка. «Да, теперь я понимаю!» Ответил он. «Джон Пендлтон, наверное, просто жаждет тебя увидеть!» Они подъехали к дому, и доктор остановила экипаж у подъезда. «А вот и тётя Поли!» Закричала Полиана. «Видите, она там, в окне!» «Ой, нет!» Смущённо спохватилась она. «Где же тётя? Мне только что показалось, что она смотрит на нас!» «Теперь она уже не смотрит!» Сказал доктор Счилтон, И от улыбки его не осталось даже следа. В доме на Пендлтонском холме Полиану поджидал чрезвычайно нервозный Джон Пендлтон. «Вот что, Полиана!» Даже не поздоровавшись, начал он. «Я всю ночь пытался понять, что ты имела в виду. Если мне не послышалось, ты вчера сказала, что все эти годы я мечтал о руке и сердце твоей тёти Поли. Что ты имела в виду?» «Но я хотела сказать, что вы с тётей Поли когда-то любили друг друга, и я рада, что вы до сих пор её не разлюбили». «Любили друг друга? Я и твоя тётя Поли?» Заметив явное недоумение мистера Джона Пендлтона, Полиана с грустью посмотрела на него. «Но мне же Нэнси сказала, мистер Пендлтон, она сказала, что вы с тётей Поли любили друг друга». Мистер Пендлтон фыркнул. «Боюсь, Полиана, мне придётся сказать тебе, что эта твоя Нэнси ничего не знает». «Значит, вы не любили друг друга?» Горестно всплеснула руками Полиана. «Никогда в жизни!» Решительно подтвердил мистер Пендлтон. «Тогда у нас не выйдет, как в сказках!» С ещё большим драматизмом произнесла девочка. Мистер Пендлтон отвернулся и принялся с мрачным видом изучать оконную раму. «А так всё хорошо получалось!» Полиана чуть не плакала от отчаяния. «И я была бы так рада переехать к вам с тётей Поли!» «А теперь ты не согласишься ко мне переехать?» Спросил Джон Пендлтон, упорно продолжая разглядывать оконную раму. «Теперь нет! Я ведь тётя Полина!» Джон Пендлтон резко повернул к ней голову. «Только не забывай, прежде чем стать тётей Полиной, ты была маминой!» «Очень тихо проговорил он, а именно о руке и сердце твоей мамы я и мечтал много лет назад!» «Моей мамы?» «Да, милая, я не хотел говорить тебе, но, пожалуй, я всё-таки расскажу». Лицо мистера Пендлтона было бледно, и каждое слово давалось ему с трудом, а Полиана смотрела на него во все глаза. «Я любил твою маму», продолжал он, «а она меня нет». А потом она уехала вместе с твоим отцом в другой город. Вот тогда я и понял по-настоящему, как много она для меня значила. Весь мир словно перевернулся, и... но это уже совсем неинтересно. С тех пор прошло много лет, и я прожил эти годы сухим, сердитым стариком. Да-да, все эти годы я был стариком, хотя мне и сейчас нет ещё шестидесяти. Я никого не любил, и никто не любил меня. Но вот пришёл день, и в моей жизни появилась ты. Знаешь, это было похоже на твои хрусталики. В мой мир словно вошла яркая радуга. Потом я узнал, кто ты такая, и решил, что постараюсь с тобой больше не видеться, потому что ты напомнила о моей несчастной любви. Ну, как ты уже знаешь, из моей затеи ничего не вышло. Я уже не могу без тебя. Вот потому-то я и хочу, чтобы ты ко мне переехала. Ты согласна? Но ведь, мистер Пендлтон, я... я... Но ведь у меня же есть ещё тётя Полли. Тётя Полли? С негодованием опять воскликнул Джон Пендлтон. А обо мне ты подумала? Как тебе кажется, смогу я без тебя хоть чему-нибудь радоваться? Я только-только немного начала ощущать радость жизни. Это ты меня научила, и если бы ты стала совсем моей девочкой, я бы делал всё, что в моих силах, чтобы ты всё время радовалась. Я буду выполнять любое твоё желание. Все свои деньги я истрачу на то, чтобы сделать тебя счастливой. Поллиана по-прежнему, не отрываясь, смотрела на него, и лицо её всё больше вытягивалось от удивления. Даже и не думайте, мистер Пендлтон, что я разрешу вам истратить на меня деньги, которые вы накопили для язычников. Решительно воскликнула она. Мистер Пендлтон покраснел. Он хотел было возразить ей, но прежде чем ему удалось вставить хоть одно слово, Поллиана вновь затороторила. Да и вообще не понимаю, мистер Пендлтон, почему вы не можете радоваться без меня? У вас ведь много денег, и вы доставляете столько радости другим людям. Вы делаете им подарки, и они так бывают довольны. Ну, разве можно не радоваться этому? Вот, например, хрусталики, которые вы подарили мне и мисс Сноу, или золотая монетка, Нэнси на день рождения. Знаете, как мы все были довольны? И вы... Это не имеет никакого значения, Поллиана, сумел, наконец, перебить ее мистер Пендлтон. Слушая ее, он покраснел еще больше. Да это и неудивительно, ведь он до недавнего времени был известен отнюдь не своей щедростью. «Зря ты меня хвалишь, Поллиана!» Продолжал он. «Во-первых, все это мне ничего не стоило. А во-вторых, если я сделал что-то хорошее, то только из-за тебя можешь считать, что ты сама подарила все это людям. И не возражай мне, я лучше знаю!» Строго добавил он. «Просто все, что ты сейчас говорила, лишний раз доказывает, как ты мне нужна!» В голосе его снова послышались мольба и нежность. «Если я когда-нибудь и научусь по-настоящему играть в твою игру, Поллиана, то только вместе с тобой ты должна переехать ко мне, и я буду заново учиться жить!» Девочка задумчиво наморщила лоб. «Понимаете, мистер Пендлтон, тетя Полли была так добра ко мне!» Вновь начала урезонивать его Поллиана. Но мистер Пендлтон резким взмахом руки заставил ее замолчать. На какое-то мгновение он стал прежним мистером Пендлтонсоном. «Ну что же!» Желчно воскликнул он. «Твоя тетя очень добра к тебе!» «Да, я уверен, она и в половину так не нуждается в тебе, как я!» «Ну, мистер Пендлтон, я ведь знаю, она рада!» «Рада?» «Она?» Вне себя от возмущения вскричал мистер Пендлтон. «Готов поспорить на что угодно, мисс Полли вообще не способна ничему радоваться!» «О да, я знаю, она выполняет свой долг!» «Ох, у этой женщины просто уйма чувства долга!» «Знаю, знаю, раньше мне приходилось частенько с ней сталкиваться!» «Конечно, последние лет двадцать, мы, признаюсь, встречались нечасто!» «Но все равно я знаю ее как облупленную!» «И каждый, кто с ней хоть один раз сталкивался, скажет тебе то же самое!» «Не из тех она особ, которые умеют радоваться!» «Она просто не знает, что это такое!» «А вот насчет того, чтобы тебе ко мне переехать!» Он умолк. «И это такое!» «Из-хоцар, тамぜ nogBER.» «Она подпишись в reelol cannot совершить следы!» «Она эта женщина кажется 그런я сек этоretjar.» Продолжение следует...